Сегодня мы также переходим с ознакомлением, ознакомливаться и будем обсуждать наставление Свила Бхактина Дхакура, где обсуждает как раз третья шлука Бхадишамри Тарупагасвами о принятии всего благоприятного для духовной жизни. И мы уже первый стих его наставления обсудили Рупагасвами и подробное объяснение, которое давал Свила Бхактина Дхакура в Бхактилоке. Сегодня мы, вчера мы остановились именно на объяснении его более подробного второго наставления, который благоприятен для духовной жизни, нишчая у внутренней уверенности, что мы избрали именно верный путь. Когда есть такая внутренняя уверенность, значит мы движемся в верном направлении. Значит у нас есть определенная сукрития, чтобы начать это понимать. И нас уже, может быть, не соблазняет, не привлекает. Хотя, конечно, может наш неустойчивый ум увести в сторону всегда, что перспектива в каком-то, допустим, или в карме там, или там, может быть, в каком-то познании более глубоком. Может быть, мы захотим изучать санскрит, или читать священное писание именно в оригинале, как некоторые, но это тоже искушение определенное. Вот это все как бы замес какой, можно сказать, пратишка, чтобы докопаться иногда. Ум подговорит, да-да, ты изучай, читай священное писание в подлиннике тут, потому что многие уже немного исказили, может быть, из трактовки истин, может быть, не совсем совершенно сделали перевод. Вот. Нам главная суть. И мы полагаемся во всем, именно в нашей семье, мы во всем полагаемся на наставление нашей Гуру Арги, наставление наших живущих Ачарьев, Асвами Махараджа, Ватхуд Махараджа, Ачари Махараджа. Я не буду все имена перечислять. Конечно, Матхуд Судан Махараджа, который 30 лет прожил в близком общении, находился с Ачулышхаром Махараджем и в Мактисонаргавинном Махараджем. И, конечно, мы должны всегда равняться на их наставление и предшествующих Ачарьев, кто твердо верны линии Шести Гасма Вериндавана, Рупа, Санатаны и так далее. Это для нас основополагающие маяки. При помощи одной логики и рассуждений, как некоторые пытаются рассуждать о Божественном, даже иногда дают такие советы, они уместные, но они лишь поверхностные, можно сказать. И вот здесь как раз во второй главе силы Бахтинга, как у работы, все это нам потрудно пояснять. Вот мы вчера остановились на двух аспектах Амнайя Татвы, ну, истинное откровение, иначе говоря, и он, сейчас я снова возвращусь немножко назад, и мы дальше пойдем, начнем сначала с первой, с первого пояснения, силы Бахтинга Натхакура, и пойдем дальше, дальше, дальше. И, возможно, мы сегодня сможем этот раздел, нищая уверенности в правильности ебранного пути, дойти до конца его пояснения Бахтинга Натхакура. Завтра у нас день ухода великого предного и Бахтинга Натхакура, да? Да, Кадатхара Пандита день ухода и Бахтинга Натхакура, да? Возможно, мы это Данди Махараджи увидим здесь, в нашем обществе, потому что он квалифицирован. На сегодня я перехожу как раз к дальнейшему изложению Бахтинга Натхакура, пояснения, понижая внутреннюю уверенность в правильности избранного пути. Когда человек, стемящийся к духовному совершенству, узнает от духовного наставника истину о природе души, сердце его очищается, и он начинает движение к лотосоподобным стопам Господа Кришны. Амнайя есть единственный достоверный источник знания о подлинной цели жизни. Обратившись к этому источнику, следует рассмотреть девять аспектов реальности. Их понимание проявится в чистом сердце благодаря силе Амнайи. Правильное понимание придет изнутри по милости духовного учителя и вачнавов. Это и называется самоосознанием. Это основа для достижения главной цели жизни. Если мы будем сами разбираться и что-то пытаться понять, даже обложившись священными писаниями без духовного учителя, проводника другой реальности, кто имеет действительно связь с истинное откровение, кто получил все благословения предыдущего очария, только такой подлинный духовный учитель, который принадлежит к авторитетной преемственности, может нас вести по этому пути. Иначе мы заблудимся при помощи нашего материстичного ума и разума. Сообщая о первом аспекте реальности, Амнайи говорит, что высочайший Браман Сихари есть единственный достойный почитания Господь. А его безличное проявление известно как Браман, этот Браман суть не что иное, как сияние тела Хари. Одном из своих распространений тот Всевышний Господь Хари становится сверхдушой, наблюдающей и направляющей, а также творящей, поддерживающей и уничтожающей Вселенные. Господь Хари и Сам Кришна, А сверхдуша это Вишну и сияние его тела ничто иное, как безличный Браман. Обсуждение истины всемогущей Мщихари устраняет все сомнения о природе Всевышнего Господа. Обсуждение истин всемогущей Мщихари обществе преданных устраняет все сомнения о природе Всевышнего Господа. У нас все по полочкам начинаем понимать уже в нас, у нас нет сомнений в этом, у нас есть четкая глубокая уверенность в этом. Мы делаем уже искренние попытки. Потому что, когда мы получаем знание из верного источника, когда оно не отравлено ни Сахаджи, ни Майевадой, ни там желанием выделиться, ни гордыней или прославиться. А когда действительно Шагнага Тавишнауф нам передает знания и говорит об истинной природе души, мы начинаем на все по полочкам раскладываться, у нас появляется именно внутреннее понимание и уверенность то, что мы движемся в верном направлении. До тех пор, пока не разрешены сомнения, человек развивает знания. Стремя выйти за пределы межского знания и постичь безличный Браман. Кроме того, для постижения проявления Господа в форме сверхдуши разработана аштанга йога, восьмиступенчатая йога. Только с устранением всех сомнений человек достигает неуклонной преданности лишняя. Когда сомнений есть, промельгует иногда тогда, через общество преданных, через здоровое общество преданных все постепенно уйдет. Когда мы сами пытаемся обложиться книгами или заглядываем в словари далее, в различные словари, то это наше знание, это ерунда, пшик. Это все материалистичное внимание. Второй аспект реальности Амнай рассматривает так. Всевышний Господь Хари по сути своей полон непостижимых энергий. Господь полон непостижимых энергий. Силой одной из них он проявляется как лишенный недуальности брамана. Этот браман его безличное могущество. Его лишенная индивидуальности и сила. Кроме того, посредством безграничных энергий, включающих браман и параматму, он проявляет свое могущество как багаван Всевышний Господь. И хотя он обладает как личностными, так и безличностными энергиями, все же личностные энергии в нем являются преобладающими. как сказано Шитошвари Упанишад Силы его разнообразны, потому его деяния совершаются сами собой в естественном и гармоничном порядке. он действует через своих посредников экспансии своей. И в материальном мире он действует через то же определенным образом, поддерживая гармонию и порядок. чистая преданная постигает его энергии. Духовная энергия известна как санхини, самвид и хладини, присущая Господу энергии вечного бытия, сознания и блаженства. Это только чистая преданная постигает этой энергии хладини, самвид и санхини. О третьем эспектре реальности Амнаги говорит, оно говорится, что Всевышний Господь Кришна полон духовных рас, чудесных и сладостных ощущений. Энергия такой расы приводит в безумный восторг духовное материальное миры. Такова природа Господа Кришны. Именно поэтому Он говорит, я источник и начало Брамана. Благодаря высочайшей энергии расы существует бесчисленное различие в духовном и материальном мирах. И раса в духовном мире чиста, кристально чиста. раса материального мира есть не более чем его тень. Также могуществом непостижимой энергии Господа безграничные расы духовного мира проявились в этом мире как чудесные игры во вража. Но они скрыты от видения простых людей. чистой нематериально душа обладает всем необходимым для восприятия духовной расы. Чистая нематериальная душа обладает всем необходимым для восприятия духовной расы. И достижение этой высочайшей расы есть дхарма, долг живых существ. Живое создание достигает ее силой преданного служения. А постижение высочайшего Брамана лишено расы, оно холодно и бесчувственно. Никогда не следует стремиться к нему. Раса не проявляется, и при осознании Браматмы только преданное служение изобилию этой ей. Раса. Как вы понимаете раса? Определенные чувства, наверное, отношений, которые рождаются в процессе отношений. Ну, игры тоже, но это очень далеко пока. Мы не будем. Когда-нибудь, может быть, мы дорастем. Ну, так или иначе. Поэтому, тут, Шилбактин Хагура четко поясняет, что бездейшное постижение Брамана, его непостижимых энергий, оно холодно и бесчувственно. Поэтому никогда не следует стремиться к нему. Оно никогда не раскроет потенциал нашей души. И наше сердце никогда не будет пропитано чем состраданием и любовью. Это самое главное. Это естественное состояние нашей души. Любить и служить. Беззаветно. Поэтому только раз сопроявляющей силу преданного служения мы можем осознать свое естественное положение, свою духовную, истинную духовную природу. Как Кришна Даскавираж Гошвами говорит, считание череда. Он говорит, джевиреш варубаха. И Кришна говорит, нитья даса. Да, мы вечная служа, служанка, Кришна, душа. В зависимости, какую группу нас заберут дальше. Но об этом еще рано говорить. Мы пока мыслим в масштабах коробчонки, которые заключены в наше материальное тело. Поэтому не нужно подавляться многим сахаджам, которые размышляют на уровне ума и представляют всевозможные отношения с Кришной. Но мы не будем им подражать. Будем сразу же эти сорняки выдергивать, которые можно нахватать от некоторых неразумных людей. Будем следовать поступам наших очарьев. Самое надежное положение. Рассматривая четвертый аспект реальности, Амнайя сообщает нам, что живые существа подобны мельчайшим частицам лучей духовного солнца Кришны. Их число неизмеримо велико. Подобно тому, как в духовном мире проявлен энергии Чит, духовной энергии Кришны, и как материальный мир проявлен его низшей иллюзорной энергией, так и живые существа проявлены частью духовной энергии Бога. Духовный образ Кришны обладает всей полнотой разнообразных качеств. Эти качества естественным образом, хотя и в значительной, меньшей степени, присутствуют во всех живых существах. Мы знаем из Писания, что в живых существах присутствует сколько? до пятидесяти качеств, да? Ну, в самой-самой малой степени по мере нашего отождествления с материальным. По мере того, как мы начнем действовать, как на пути преданности, и силой вредного сужения у нас, судя в себе, мы будем продвигаться в ту реальность и по милости в Ашнау. Поэтому мы знаем, что Нараяна, Вишна обладает 60 качествами, да? У Кришны присущи четыре особенных качества, которые не присущи более никому. Поэтому это подчеркивает его, что главенствующее положение над другими. Некоторые считают, что Кришна – это экспансия Вишну. Но мы считаем, что Кришна – это Всевышний Господь, Всевышний Своям Бхагаван. Ну, а Вишна – это его экспансия, даже по качеству. Духовный образ Кришны обладает всей полнотой разнообразных качеств, и эти качества естественным образом, хотя и в значительной меньшей степени, присутствуют во всех живых существах, пусть и весьма незначительной степени. В них видна и независимая природа Кришны. В этой причине живые существа испытывают стремление к независимости. В результате все они развивают в себе различные склонности, и по одной из этих склонностей живое существо стремится к собственному счастью, Кришны, а по другой стремится к счастью Кришны. Это уже сердце приятного, оно стремится к счастью Кришны, чтобы гуру был доволен, чтобы мы действуем через гуру, через посредников подлинной реальности. Они предлагают свою энергию, они предлагают дальше наши усилия. И в конечном итоге по их милости увеличится наш банковский счет нашей души. В результате все они развивают в себе различные склонности, и по одной из этих склонностей живое существо стремится к собственному счастью, а по другой стремится к счастью Кришны. Тем самым живое существо разделяется на две группы категорию стремящихся к личному счастью, где в центре наверняка преобладает что эгоцентризм, и всех, которые стремятся к счастью Кришны, полностью освобожденные души. Устремившиеся к счастью Кришны известны как Нитя Мокта. Пытающий найти свое отделенное личное счастье называется Нитя Бандха Вечно обусловленная душа. water В этой связи следует заметить, что все непостижимые энергии подчинены духовному времени. Поэтому следует заметить, что все непостижимые энергии подчинены духовному времени. И время в духовном мире находится в состоянии вечного настоящего. Однако в сфере низшей иллюзированной энергии проявлены три состояния бытия – прошлое, настоящее и будущее. Обычные простые люди чем живут? Прошлым или будущим. Но мало кто живет настоящим. И какие бы соображения не возникали у людей при мысли об этом, при сохранении связи с духовным временем у них не может возникнуть сомнений. А при ином подходе их одолевают сомнения. Ну, в обусловленном состоянии постоянное сомнение, мучают, терзают, разрывают на части. И наши желания наслаждаться и найти счастье в материальном мире, они только кончаются чем? Еще большими, чем страданиями нас колбасит. Потому что любое желание наслаждаться на уровне ума или тела, похотливее к желанию нас связать веревками и кармой. Поэтому сомнения будут постоянно колбасить сомнения. Почему чисто нематериальная душа не ищет своего собственного особого счастья? Когда человек задается подобным вопросом, его охватывают сомнения. Но сомнения эти связаны с фактором материального времени. Способные разрешить эти сомнения, способные и к преданному служению. Способные разрешить эти сомнения, способные и к преданному служению. В противном случае искатели способны лишь на доводы и контрдоводы. Сомнения, относящиеся к непостижимой природе, приводят к возникновению анартх-ерсы. Чем больше анартх, тем больше удаляемся. Анартхи... Ну, мы хотим, что... Что такое анартха? Если задаться вопросом, наверное, вы знаете. Могу я кого-то спросить? Анартха есть научное определение? Ну, конечно, Данди Махараш бы очень четко объяснил, что такое анартха. Одна домой на помощь приходите. Что такое анартха? Ну, можно что подумать. Анартха что такое? Когда мы действуем в угоду своих материстичных наслаждений, когда в угоду своих материстичных представлений, когда пытаемся сами разрешить. Ну, анартха – это что-то нежелательное, что создает определенное... Может быть, ну, чтобы научное определение посмотреть. Давайте я загляну, может быть, здесь есть. Можно открыть. Читание чередамри там должно быть. Анартха или Бхагавадгиту. Чтобы именно четко было научное определение. Тебе же это нужно? Ну, анартхи – это определенные действия. Когда мы действуем в материальном мире и совершаем... Это желание наслаждаться, приходит реакция определенная. Вот мы наслаждаемся, и определенные привязки получаются. Ну, так можно по рабоче-крестьянскому все объяснить. Ну, в определенных, да, материстичных рамках. А эти анартхи, что они еще больше нас обуславляют и запутывают. Душа в них запутывается. И жизнью в жизнь мы накопили очень много разных анартх, нет? Ну, да, неправильное представление искаженного понятия своей истинной природы. Бхагавадгиту, посмотри. Силы правопады есть. Вот, поэтому так. И семена анартх, они что? И наши клеши, они разрушаются. Что такое клеши? Это, знаете, отпечатки в нашем тонком теле. Когда мы наслаждались чувственно, или что-то у нас было плохое в жизни, оставляя все руцы. Определенные, определенные руцы. Поэтому клеши и анартхи, могу сказать, что они разрушаются, продажа в процессе садхана-бхакти. Семена греховных желаний, которые опрожены неправильными действиями, они как бы, ну, есть, можно назвать анартхами, да, или отпечатки от неправильных действий в тонком теле, они остаются, они разрушаются даже на стадии садхана-бхакти. Но дальнейшее уничтожение от этих всего нежелательного, оно происходит в процессе нашей каждодневной духовной практики, садхана-бхакти, богитхи садхана-бхакти. Поэтому игнорировать садхана-бхакти не нужно. И в процессе повторения святых имен Господа, и в процессе чего? Служение и общение садху-санга. Она искореняет поджарить семена греховных желаний, и эта возможность именно мысль уже по-другому. Когда анартхи затуманивает наше видение, мы не понимаем, что из истины нашего заблуждения. Мы считаем себя материальным телом и действуем в интересах материального тела, ищая счастье. Где? На земле. Что для тела комфортно, что для тела нам кажется хорошим. Но когда мы избавляемся от тучи сомнений, и облака анартха рассеиваются в нашей жизни, мы начинаем видеть истину и привлекаться именно то, что мы услышим или услышали от духовных учителей, ачарьев и священных писаний. Это становится чем? Целью и смыслом нашей жизни. Способны разрешить эти сомнения, способны к преданному служению. В противном случае, искатели, способны лишь на доводы и контр. Доводы. Ну, значит, какая пустая болтовня. Это рассуждение, философское размышление, но не будет реальных времен сердца. У кого нет сомнений, кто способен, как говорит Бхактилон Тхакура, кто способен разрешить эти сомнения, они способны к преданному служению. И постепенно тучи анартха, облака невежества, рассеиваются. Ну, не так важно. Ну, в целом мы, может быть, не научным языком, но мы попытались, ну, понятно, о чем речь. Есть научное определение, что такое. Ну, есть писание специальное, где все четко объясняется. Не те банха, да? Вечно обусловленные души. То есть имеется к счастью в материальном мире. Банха, это драмат. Да. Ну, есть это, как раз, это Мадхури Кадамбени, там объясняется, это есть, там все четко объясняется. Ну, это, об этом нужно знать. Ну, можно, это не так сильно повлияет на нашу глубину в духовном понимании. Но для тех, кто пытается говорить об этом, проповедовать, это мой минус, что я не могу вам дать четкого, конкретного определения. Ну, понятно, да, теоретически так. Анардхо – это бесполезное, нежелательное внутреннее препятствие. пути чистой преданности. Они берут начало в ложных представлениях о себе, Боге, о цели, пути и препятствиях на пути. Ну, мы, в принципе, об этом говорили, только тут очень глубокий научный язык. Анардхи приводят к жажде временных материальных удовольствий, мистических сил и освобождения, аппаратхам, оскорблением. Анардхи приводит к слабостям сердца, пустым привязанностям, лицемерию и так далее. Это как раз читание Багавата. Словарь имен, терминов. Значит, читание Багавата это все есть. Так что, здесь как раз дается правильное, четкое определение Анардхи. Все нежелательное уходит со временем. Когда мы общаемся с преднами, когда мы выполняем стадию, когда мы пытаемся выполнять садхана-бхакти, если мы это игнорируем одно, потом игнорируем другое, игнорируем третье, нам потом даже лень прийти в храм, раз в неделю. И следствием является чего? Мы теряем полностью энтузиазм и зависаем где? Залипаем в мае. Майя уже берет верх. Поэтому что? У нас она начинает головой об стенку. ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. И некоторые, кто менее удачливые души, они начинают пить или употреблять наркотики и так далее. Ну то есть, есть в Сукриде все равно, пройдя через такие определенные, ну как бы, может быть, погружения в гону невежества, некоторые выныривают и начинают даст еще с большим энтузиазмом. Да, я не могу больше так жить, я понимаю, и что единственное, что нам может помочь, только общение с чистыми преднами и практика духовной бхакти-йоги. Все остальное не помогает. Кто это не проверил, пусть проверяет. Поэтому перейдем дальше к пятому аспекту. Оставления Мнайи в отношении пятого аспекта реальности состоят в следующем. Живые существа, ищущие свое собственное счастье, принимают покровительство энергии Майи и так испытывают удовольствие и страдания под властью материального времени. Обуставляется телом, и материальное тело что? Отсчитывают им прожиточный минимум. Кому 70 лет, кому только сделать один вдох и выдох, и кто-то рождается и умирает. Ну, Господь виднее. Кому сколько сделать вдохов. И каждому определено определенное количество вдохов и выдохов. Кто-то живет 70 лет, 90 лет, кто-то 100 лет и так далее, кто-то 40 лет. Ну, это не нам определяет, не нам решать. Но если мы пробуждаемся к вечной жизни, к осознанию своей подлинной духовной природы и движемся в верном направлении, то это уже смерть невластна. Материальное, как бы, вечное время, материалистичное представление, иначе говоря, у нас уже невластна такую пробуждающуюся душу. Поэтому, когда мы отмечаем дни ухода, дни явления ващнавов, это всегда хорошо для нас. Почему? Потому что мы пытаемся прославлять ващнавов. Когда мы прославляем ващнавов, они делятся своими сокровищами, и сокровищницы своего сердца, они нас наделяют. Поэтому прославлять ващнавов, вспоминать ващнавов в дни ухода явлений, это благоприятно. Поэтому такая особенность, мистическая особенность в пути бхакти. Когда мы прославляем преданных, то мы получаем их благословение. Живые существа, ищущие свое собственное счастье, принимают покровительство энергии майи и так испытывают удовольствие и страдания под властью материального времени. Карма, ищущие, что она, как замкнутый круг, созданный майей. Несоприкоснувшись с майей, существа никак не связаны с кармой. А живые существа, ищущие собственных наслаждений, получают от майи грубо и тонкоматериальные тела, позволяющие им вкусить желания наслаждения. Но надо, как черт от лады, бежит, надо также гнать из себя эти материальные желания, которые у нас иногда только начинают появляться, нужны их сразу же. Этот замкнутый круг существует в бесчисленном множестве форм. И насколько легко живому существу было оказаться во его пределах, настолько же легко он покинет его в момент освобождения. Легко обусловиться, да, и в момент освобождения тоже мы можем покинуть эти обусловленности. Но перед нами должен быть путь длиною в не одну жизнь. Живые существа, заключенные в замкнутом круге майи, известны как нитья-бадха. В данном случае слово нитья относится к материальному времени. Когда же волшебное прикосновение духовной субстанции приводит к пробуждению духовного времени, то их обусловленная, связанная природа воспринимается как временная и приходящая, милостью садху, милостью махаджанов, ачарьев и Кришны, а также благодаря многим праведным жизням, проведенных в подвижничестве, обусловленная душа достигает высшего счастья. Так сказано, читание Чаритамрити Матхелила, 22 глава, 45 стих, Ившиматбхагатам, 10 песня, 51 глава, 53 стих. По счастливому жребию человеку выпадает шанс пересечь океан невежества. И когда срок его жизни в материальном мире подходит к концу, он обретает возможность общаться с чистым преданным Господа. И благодаря такому общению пробуждается его любовь к Кришне. Ну, тут четко сказано. Это великая удача. Значит, заслуга подвижничества многих-многих-многих жизней приводит в конечном итоге как бы случайным. Кто-то сказал, да, случайно. Нет, ничего не случайного. Это следствие подвижничества многих-многих жизней. И мы встречаем на своем пути чистого, вредного. Но тогда и благодаря общению с такими чистыми преданными его любовь к Кришне пробуждается в сердце. О Господь! Вы непогрешимая высшая личность, когда создание блуждающей по просторам Вселенной вправе освободиться из материального бытия. Ему выпадает счастье и общаться с преданными. И при таком общении пробуждается любовь к тебе. Ты Всевышняя личность Бога. То высшее, к чему стремятся лучшие преданные. Благодаря влиянию и садху побеждает можно победить межской скорбь. Милости Кришны обретает искреннюю сильную веру. А затем силы преданного служения и милости Кришны. Живое существо рассекает узы Майи и достигает уровня служения Кришне. Иисус Леонид слугам слуг, 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 доверенных слуг. Милости Кришны, Бадха Муктадживы, то из души, освободившиеся от материальных уз, без труда достигает салуки обители Кришны, где пребывают те, кто стремится к счастью Кришны. Благодаря этому никогда больше не оказывается в царстве Майи. Кто может стремиться к счастью Гуру Кришны, тот, кто избавился от «я» и «моё», полностью искренил все такие представления «я» и «моё», тот не стремится к местечковому, эгоистичному счастью. Если мы посмотрим вокруг, в Кали-Югу, в то время, в котором мы живем, мы увидим, что все стремятся к чему. Счастью. Иногда есть узкий эгоизм, эгоцентризм, иногда есть расширенный. Там разные «измы» и так далее. Это тоже не более, чем расширенный эгоизм. Но эгоцентризм такой ярко выраженный стремится к своему собственному счастью. Или счастью в своей семье. хочет наслаждаться в своей семье. И счастье там, иметь детей. Ну да, это нормально. Когда есть, когда в центре такой семьи стоит, что служение Гуру Деву, служение Ващнау и Кришне. Не каждый может быть отвешенным монахом. Это нелегко. Нужно ну, видимо, пройти определенные какие-то прошлые жизни. Выработать файлы материальных желаний. А то они постоянно как назойливые мухи, понимаете, будут жужжать. Залетать на шум иногда. А если мы общаемся, имеем дурное общение, общаемся с материстичными людьми, дальше об этом будет объяснять Бхактима Дхакура в последующих аспектах. Поэтому нормально. Надо двигаться, заниматься естественное положение. Двигаться постепенно, постепенно, постепенно. Если мы хотим действительно пройти побыстрее, интенсивней, набрать побольше оборотов, на турбонадуве пройти, понимаете, сквозь как бы туман этой материальной жизни, мы должны общаться с теми, кто изжил себе эти желания. Тогда быстрее будет прохождение. Если мы общаемся с семейными людьми и большая часть времени, у нас, конечно, будет появляться желание создать свою семью, свою как гнездышко свить и так далее. Ну, это тоже нормально. Ну, Свадьо Туакур дал революционный процесс для Кали-юги. Он наиболее эффективнее работает. Сделать революцию в своем сердце, принести всю свою жизнь, до каждого своего последнего дыхания на лотарь служения города его и Кришне. Но это нелегко. Это у нас пока мы теоретически можем рассуждать. Это мы пытаемся держать высоко над своей головой и стремиться к этому. Благодаря общению садху и влиянию садху мы побеждаем иску скорби. Милостью Кришны обретаем сильную веру, подлинную веру, а затем силой преданного служения и милостью Гуру и Кришны живое существо рассекает узы майи и достигает уровня служения Кришне. Милостью Кришны Бадха Мукта Дживы, то есть души, освободившиеся от материальных уз, без труда достигают салоки обители Кришны. Не пребывают те, кто всегда стремится к счастью Кришны. Заключение Мнайи в отношении шестого аспекта реальности таково. Наверное, мы не успеем сегодня дойти до пояснения. Сейчас мы шестую еще прочитаем, потому что уже пять минут. Даже до полдесята мы не успеем. потому что мы надо вставать рано. Божиться нужно пораньше. Заключение Мнайи в отношении шестого аспекта реальности такового. Господь Кришна и все прочие существа связаны взаимоотношениями очинь тябхеда пхеда отношениями непостижимое единство и отличие. Вот почему Веда содержит множество утверждений, поддерживающих философию единства. И в них же есть много текстов, говорящих об отличии Бога и души. Несведущие люди признают истинность той или иной части Вед, но философия провинцев, познавших истину, объясняет смысл Вед во всей полноте и жаждущие поклоняться Господу, узнает из наставлений Амнаи, что Господь Кришна всепроникающ и един, что Кришна абсолютно истинно, владающий всеми энергиями. И хотя Его энергиями проявлены все живые существа и материальный мир, все же Он остается один и второго такого не существует. Составные части по сути не отличны от Кришны, но в пределах материального творения все помимо Кришны есть форма трансформации Его энергии по этой самой причине вечно отлична от Него. Тут уже так чисто философское объяснение. Может быть этого мы практически не сможем применить, но мы должны понимать, что тот путь Бхакти, который мы с вами выбрали, он дает самое высшее совершенно философское понятие и объяснение. Иначе говоря, полно развитый таист. это вечное единство и отличие непостижимо, поскольку суть его пребывания вне формы материального разума живых существ. Это находится в заобласти материальных представлений. Приходит по милости Мачнава в садху и гуру понимание приходит правильно. И внутри, когда мы будем понимать, да, это так, все так, все по полочкам, у нас не будет никакого возражения, тогда, значит, мы видим, что будем углубляться дальше. С пробуждением у живого существа духовного разума пробуждается и чистое знание о непостижимом единстве и отличии только с пробуждением у живого существа духовного разума. Значит, нужно пройти путь до этого, до пробуждения духовного разума. Нужно освободиться от всех материальных предрассудков своих. Не нужно, как некоторые считают, что можно при помощи нашего материального рассуждения понять Господа. Нужно это все в сторону отложить, отодвинуть подальше. А Дух отворит свой разум как? Через следование наставлений гуру и ващнавов и слушание священных писаний по милости, по милости, можно понять, ачарьев, именно подлинное знание будет, мы можем понять. не сами будем читать, сами можем читать, мы поймем что-то, но когда мы вместе собираемся и обсуждаем кругу, кого-то действительно интересует, кто искренне стемится это познать, тогда и к нам приходит более глубокое понимание этого, когда постепенно мы с вами что, одухотворив свой разум будем обладать со временем по милости ващнавов духовным разумом и по своему собственному желанию, а через милость ващнавов проявляется милость Господа приходит. С пробуждением у живого существа духовного разума пробуждается и чистое знание о непостижимом единстве и отличии и храня в сердце твердую веру наставления наставления Амнаи преданные по милости Кришны могут ясно созерцать эту истину. Если мы пытаемся постичь умом наше знание будет чисто теоретическое. Мы должны чтобы пытаться что-то услышать и пытаться применить в каждодневной практике, в каждодневной жизни, со временем по милости это станет что-то нашей жизнью. Только тогда трансцендентное знание, когда мы будем служить, служить ващнавам, по милости ващнавов, по милости гуру, это трансцендентное знание откроется в сердце и начать по милости Кришной. Но Кришна проявляет свою милость через духовного учителя и садху. И нам становится, оно приходит, открывается изнутри. Тогда станем все более и более устойчивыми. если мы пытаемся постичь и умом, наше знание будет чисто теоретическим и в любой какой-то экстремальной ситуации мы заботим об этом. Не вспомним. Когда знание у нас будет реализованным, через служение ващнавам куру, когда оно станет нашей жизнью, оно всегда у нас по умолчанию в нашем сердце. Оно дает полочку определенную и там будет находиться. Когда человек, когда человек, благодаря самосознанию и силой Мнаи обретает знание этих семи аспектов реальности, тогда ее можно назвать обладателем самбанхагьяны. Знание о вечных взаимоотношениях с души, с Господом. В этом ответ на вопрос Санта Нагасвами Чайтанима Хабрапу подробно изложил учение о взаимоотношениях живого существа с Господом. И сейчас Бхактион Тхакура приводит стихи Чайтанима Хабрапу Тиматхялила 20 глава 102 стих. Ке Ами Ке Амая Джаретаба Трая Иханнахи Джани Кемане Кемане Хита Хая Кто я? Почему я всегда страдаю от трех видов несчастья этого мира? Как я могу быть счастлив не зная этого? Людям стремящимся к величайшему счастью суть коего преданности Кришне величайшее счастье преданности Гуру и Кришне следует обратиться с этими вопросами к своему духовному наставнику и с получением ответов на эти вопросы Иисус Гуру все прочие сомнения будут устранены может быть не за один раз а постепенно в сердце человека пробудется твердо несгибаемая вера не следует считать размышления бесполезным и отвергать его размышления обсуждения этих истин как сказано читанием чаритармите отделила вторая глава 117 стих Искренему последователю не стоит пренебрегать обсуждение подобных взглядов читая их противоречивыми поскольку такое обсуждение укрепляет ум тем самым ум обретает привязанность Кришне на этом мы наверное остановимся и мы продолжим наверное дальше завтра если у нас будет время завтра у нас уходы великих вреданных аршадов если будет время может быть один из аспектов еще разберем до сих пор Продолжение следует...